Долгую честь и верны. 8 апреля военные комиссариаты отмечают профессиональный праздник. Никогда нет нареканий, поэтому им огромное спасибо. Какие задачи возложены на подразделения? Возраст ответственности в Бобруйске задержали малолетнего курьера телефонных аферистов. Зеньги мошенникам он передать не успел. Как юные умы попадаются на криминальный крючок. Сделано с душой заслуженный любительский коллектив отыграл отчетный концерт. Малыши получают только удовольствие. Чем удивил зрителей Шинанай. А также восстановление после полета, новейшие вертолеты и ажиотаж на отдых в Беларуси. Кто обвалил сайты продаж билетов? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы администрации президента. Почетное место занял Владимир Перцов. Ранее занимал должность министра информации Беларуси. Президент отметил у нового зама наличие колоссального опыта. Работы будет очень много и ее необходимо выстроить. Естественно, не без помощи. Однако все остальное – процесс самостоятельный. После актуальная повестка дня, а именно идеологические вопросы. В настоящее время идет информационная война и Беларусь делает все, чтобы не допустить войны горячей, подчеркнул Александр Лукашенко. Думаю, что мы сможем решить эту проблему. Не допустить столкновения как-то было всегда. Вы это хорошо знаете. На территории Беларуси этого противостояния с закоперщиками всего, инициаторами являются наши беглые. Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решения. И советникам от Америки до Брюсселя просят деньги. И самое главное – дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ. На что кураты ему говорят, ребята, ну СМИ уже были, надо что-то погорячее, типа московского Крокус, Сити, не дай бог, теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну не наемников уже войска, но они же власть. Мы это видим, понимаем. Президент акцентировал, вести информационную борьбу с оппонентами требуется исключительно на основе правдивых фактов. Необходимо собирать информацию и доносить до людей. Нужно заранее готовить народ к тому, что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно, отметил глава государства. Молодозелено в Бобруйске задержан малолетний пособник телефонных мошенников. В милицию обратилась 65-летняя Бобруйчанка. Женщине позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил, ее внучка попала в ДТП. После потребовал 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий курьер был установлен и задержан. Им оказался 15-летний житель Гомельской области, нашедший объявление о подработке в интернете. Деньги мошенникам он передать не успел, вся сумма в полном объеме возвращена пенсионерке. В течение года в отношении несовершеннолетнего будет проводиться профилактическая работа, а родителям несостоявшегося пособника грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию. С 9 апреля в городе отключается отопление у потребителей второй очереди. Батареи остынут в банях, театрах, учреждениях образования, кроме школьных и дошкольных, общежитиях, жилищном фонде. Руководителям организаций тепловой энергии третьей очереди гостиниц, библиотек, архивов, музеев, школ, детсадов рекомендовано соблюдать рациональный режим топливно-энергетических ресурсов. Успешная реабилитация, технологичные новинки и официальная статистика. Белстат подбил итоги 23-го. Сколько браков заключили белорусы? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первая белорусская космонавтка успешно проходит процесс реабилитации. После двухнедельного пребывания в космосе экипаж вернулся на Землю в субботу, 6 апреля. По словам самой Марины Василевской, ощущает она себя прекрасно и находится в отличном настроении. Ожидается, в ближайшие дни покорительница внеземной орбиты вернется в Минск. За 2023 в Беларуси было заключено более 56 тысяч браков. Большая часть пришлась на городское население, 86%. Разводы сохранились на том же уровне, чуть менее 34 тысяч. Средний возраст впервые зарегистрировавших отношения среди женщин 26,5 лет, мужчин порядка 30. В Беларусь прибыла новая партия российских вертолетов. Ми-35М доставлены на один из аэродромов военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В общей сложности техника преодолела более 2000 километров. Полученные модели отличаются от своих предшественников новейшей комплектации. В ближайшее время боевые машины заступят на дежурство и примут участие в мероприятиях подготовки. За прошлый год белорусы обращались к врачам более 109 миллионов раз. В сравнении с показателями 22-го цифра уменьшилась на миллион. В среднем за год наши соотечественники посещали медучреждения почти 12 раз. В настоящее время на 10 тысяч жителей приходится около 45 врачей, что порядком больше, чем в ряде европейских стран. Спрос на авиаперелеты в Беларуи среди россиян увеличился на 15-30% в преддверии майских праздников. Базовый рост в этом году ограничивается почти 9%. При этом общий показатель в канун больших выходных вырос в 4 раза. Помимо СНИОКа и повышенный спрос на перелеты в Грузию, Китай и Сербию. Без паники. Бобруйские тепловые сети проводят проверку. 11 апреля в сетевую воду будет добавлено красящее вещество уранин-А. Оно безвредно для человека. Это необходимо для отыскания несанкционированных утечек из трубопроводов теплотрасс, определения плотности подогревателей горячего снабжения. Принцип обнаружения заключается в визуальном выявлении пурпурно-зеленой жидкости в различных потоках. При обнаружении мест разлива или появлении ее из крана необходимо сообщить специалисту БТС по телефону 78-83-52. Служба в армии – важный этап в биографии каждого мужчины. Школа жизни, где крепнут физически и духовно, учатся управлять боевой техникой, оружием, обретаются навыки сплоченности, чувство ответственности. 8 апреля военные комиссариаты отмечают профессиональный праздник. О том, какие задачи возложены на структурные подразделения, узнал Виталий Гаврусев. Культовая фраза «Есть такая профессия – родину защищать» из фильма «Офицеры» никогда не потеряет своей актуальности. Военный человек – это образец мужества и отваги, стойкости и силы духа. Основная сфера деятельности – это мобилизационная работа, вопросы территориальной обороны, учетно-призовая работа и социальная защита и пенсионное обеспечение наших военнослужащих, которые уже находятся в запасе, пенсионеры Министерства обороны, ну и обычные граждане, которые обращаются по вопросам нашей деятельности, наш военный комиссариат. Сегодня военный комиссариат города Бобруйска, Бобруйского, Глузского и Кировского районов – сложный, но хорошо отлаженный механизм, который продолжает решать многопрофильные задачи, сочетая традиционные, проверенные временем формы работы с поиском новых передовых путей. Можно сказать, что по всей территории Республики Беларусь направляем мы призывников для получения военно-учетных специальностей, для подготовки в военном отношении. Ну и что хочется сказать и что радует, это что наши молодые люди, то есть стремятся, эти вооруженные силы, это и всеместно занимаются и спортом, и готовятся как-то к службе, получают. Через ДСААФ проходят подготовку, получают водительское удостоверение, проходят потом службы на должностях водителей. Армия начинается с военного комиссариата. Это касается не только тех, кто направляется для прохождения срочной военной службы, но и для молодых людей, которые мечтают об офицерских погонах. Не меньше внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовки к военной службе, отбору кандидатов для поступления в военно-учебное заведение, на военную службу по контракту, на подготовку призывников по военно-техническим специальностям. Это наш ДСААФ, получение прав водителя категории БЦ. А также увековечивание памяти защитников отечества и жертв войн. Эта работа приносит свои плоды. Большое предпочтение молодыми людьми, нашими призывниками, конечно, отдаётся силам специальных операций, специальным подразделениям внутренних войск, Министерства внутренних дел. По словам будущих военнослужащих, многодневные учения, марш и огневая подготовка – всё это закаляет мужчину и делает выносливее и сильнее. Проходя физические испытания на прочность, они начинают больше понимать, и, что немало важно, преодолевать себя. Дед у меня служил, воевал. Получается, отец и его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Направили меня в 103-ю воздушно-десантную бригаду в городе Витебске. Ну, считаю, что да, выдержу, всё нормально будет. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине, ну и войска у нас самые лучшие. 106 лет военные комиссариаты органично слиты с истории создания и развития вооружённых сил. Вносят достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Сделано с душой в Бобруйске прошёл отчётный концерт «Шинанай». На сцене Дворца искусств феерия артистизма, таланта и музыки. Заслуженный любительский коллектив Беларуси образцового театра песни «Шинанай» погрузил жителей и гостей города в таинственный мир музыки. Прозвучали композиции, посвящённые 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, любви к родине и Бобруйску, хиты прошлых лет и многие другие. Это праздник не только для меня, но и для всех деток, для их родителей. Я думаю, как любой концерт любого коллектива переживают руководители, переживают родители, переживают взрослые дети. Малыши получают только удовольствие. Наш самолётик в небо взлетел. Виталий Гордей презентовал песню, написанную со стихов настоятельницы монастыря святых жен Мироносец и Гумении Пороскевы. Музыкальное произведение посвящено её дедушке, Ельскому Николаю, бывшему военному лётчику. Мелодия истории затронула струны души каждого зрителя. В 2024-м любимый всеми коллектив празднует 32-й день рождения. За долгие годы он завоевал преданных поклонников и любовь. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!